как привести господу грешника и особенно интересуется как привести господу грешника если это твои дети или давайте твои родители ну как угодно поводу детей авель до привести господу грешника невозможно можно только показать где находится дом отца вот это можно показать и писание не говорит нам нигде что мы должны своих детей приводить к господу там написано что нужно наставить юношу с детских лет на путь правильно наставить нужно показать где как почему дать правильные устои очень важно даже если ваши дети сильно сопротивляются они будут сопротивляться потому что любая любое хорошее дело где можно достичь кого-то успеха которым говорит павел в послании кимофея чтобы успех в в возгревании дарования которое было через рукоположение был очевиден для всех успех в любом случае достигается через какие-то определенные рамки церковь это рамки вера в бога это рамки ребенок не хочет рамок у него фантазия гораздо более богатая чем 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 рамки которые нам выставляют нужно показать где это находится человек должен увидеть как хорошо с богом если он увидит как хорошо с богом даже если он отойдет на какое-то время от церкви помните что он не уходит от бога он отходит от церкви почему-то не понравилось в вашем собрании на ваших домашних группах ему не понравилось ваше молодежи служение это не имеет значения если он знает где бог и он знает что вам там хорошо он попробует мир на вкус все все равно вернется к богу у него вариантов нет уже бог его уже призвал он его уже написано он призвал оправдал, прославил и уподобил сыну своему. Вы даже не заметили этого. Но да, он как-то, опять же, возвращаясь к притчу о блудном сыне, он придет в себя и вернется обратно. Он знает, где дом отца, он знает, как там хорошо. Поэтому здесь только так. А если человек никогда не знал Бога, ну, я не знаю рецепта, кроме одного, молиться. Мы все по чьей-то молитве пришли к Господу. Еще раз говорю, мы поколение неверующих людей и даже атеистов. И атеисты вообще это страшное дело. Туда даже сатана не попал, потому что он верует и трепещет. Поэтому за нас кто-то молился, и мы пришли по чьей-то молитве к Богу. Я вам больше того скажу, если разбирать это по Писанию. Вот когда был дан закон Моисеев, там написано, что благословлю всяких любящих у меня до тысячи родов. Если вы посчитаете, примерно даже в 70, в пущей крепости 80 лет, не будет тысячи родов от дарования Торы до сегодняшнего дня. Кто-то молился и благословлял своих детей. Кто-то соблюдал заповеди Господни и любил его. И мы все живем под их благодатью на сегодняшний день. И наши дети еще живут под их благодатью. Поэтому мы просто возвращаемся постепенно в дом Отца. И грешники тоже туда вернутся. Понятно, что человек будет выбирать, и Бог уважает наш выбор. Но если мы молимся за человека, многое написано может усиленная молитва праведника. Если вы хотите, чтобы человек покаялся, не надо сидеть у него с Библией над головой и бить его за каждый грех этой Библии. Нет. Молитесь за него. Бог дает благодать. Бог дает милость, которая обновляется каждое утро, благодаря этому мы живы. Жизнь не то, что мы утром проснули. Жизнь это когда мы приходим в дом Отца и живем вечно. Вот эта жизнь обновляется у нас каждое утро. И у каждого человека есть много шансов прийти к Богу сегодня, через час, через полчаса. Понятно, что некоторых нужно страхом спасать. Но это настолько редко, поэтому Писание и говорит, иных страхом спасайте. Ну то есть не всех подряд. Страх ангелия не нужно проповедовать всем подряд. Но там где, знаете, родители пугают своих детей. Если ты не будешь соблюдать заповеди, не будешь ходить, в ад попадешь. А чего вы пугаете адом? У него сегодня жизнь ад. Большинство подростков живет в аду уже прямо сегодня. Потому что то, что вокруг них происходит, вот эти все их подростковая жестокость, все вот это, все, что у них там, все эти татуировки и все остальное, это ад. Не уверенность. Не пугайте их тем, в чем они живут. Лучше покажите, где есть, ну лучше, где есть спокой, где есть мир, где есть любовь. Им будет интереснее прийти туда, чем вы их будете пугать то, в чем они сегодня живут сами. Хорошо, спасибо. Что ты добавишь? У тебя тоже есть дети. Ты переживаешь за них? У меня две девочки. А, ну это тоже дети, да. Конечно, добавлю. Как ты себе представляешь, какие аргументы, как их обличать во грехе? Как их обращать в покаяние? Да, да, да. Или это не время? Как ты спросил, как это, наставить на путь грешника, да? Да. Как привести к Господу грешника? В притчах написано, да. Непостижимый путь орлов, змея на скале, корабля, мужчины к девице. И как наставить на путь грешника? Я думаю, что это пятое можно поставить туда. И в каждом случае это индивидуально. С моими детьми так просто не справиться. Они видят меня и дома, видят меня, и в церкви видят полностью всего меня. Знают. И, знаете, это преимущество. Я возвожу это в преимущество, потому что, если у них вопрос такой встанет, потому что сейчас я не вижу, чтобы 3,5-летняя моя Эва нуждалась в покаянии. Или даже 10-летняя Эленор. Но когда вопрос этот встанет, когда между Богом и ими состоится разговор, им будет легко, потому что они видят пример. Я сегодня прихожу домой с работы, и просто я могу 20 минут, включая прославление, вместе с ними прыгать, хвалить Бога, славить Его. Они видят пример, как ты прыгаешь перед Богом. Им прикольно. Они понимают, что Бог – это классно, это весело, это круто. И всегда детское служение – это тоже классно. И они с детства уже, они, можно сказать, наставлены заранее. Знаете, как, я не знаю, за сравнение… Ну, ты же знаешь, что они не будут все время маленькие, они будут расти, расти, да, да, да. Но извините за сравнение, есть маркетологи, которые нацелены на людей, которые даже вот в беременных женщинах, и они там распыляют какие-то арома, запахи, да, в супермаркетах, и они потом, дети эти рождаются, заходят в супермаркет, и так им хорошо, как будто в утробе матери, и они там что-то покупают. Я просто лишь параллель провожу, что они в церкви сейчас, и они обязательно вспомнят, что с Богом хорошо, и что нужно возвращаться. Как блудный сын вспомнил, что у папы хорошо. Спасибо большое. Друзья, что бы я сказал? Я помню 25 лет назад, когда я впервые смотрел видеокассеты, видеозаписи с кассетами такого христианского психолога Джеймса Добсона. Это кассеты были, сейчас они есть, в интернете вы можете их найти, мне кажется, я нахожу их очень полезными. Назывались они «В фокусе семья». Все о семье, и он очень-очень сильно, доступно рассказывал и о воспитании детей, и для христианского общества. В общем-то, он приводил пример, вот как раз вот эту притчу, которую мы разбирали о блудном сыне. И он говорил так. Ну, потому что американцы уже прошли, знаете, если мы идем только туда, они уже возвращаются обратно. Поэтому, как бы, это люди, которые, очевидно, какая-то часть, если я не хочу тебя расстаивать, тоже прыгала вместе, прославляла Бога вместе с маленькими детьми. А маленькие детьми дети только, скажем, подражали, но не все из них продолжили потом ходить в церковь. И поэтому у них вопрос. Вроде бы они правильно учили молиться, читать Библию и все остальное, но на каком-то этапе случился вот этот сдвиг, и люди в недоумении. И он говорит, что как раз примерно такие мысли, как вы озвучиваете вдвоем, если вас соединить, то в целом мы должны делать все возможное с нашей стороны для воспитания детей, для правильного примера. Хотя даже этого правильного примера не хватает полностью, потому что бывают какие-то вещи, которые мы можем не усмотреть. Ну и потом, по нашему примеру, наши дети могут ходить в церковь, но они не могут спастись, потому что Христос их спасает. То есть я имею в виду, что спасение – это дело рук не человеческих, а Божьих. Поэтому не берите на себя слишком много в этом случае, что вы, как бы вы им ни считали Библию, это очень важно, то, что Артем и то, что Авель говорит. Наставлять в самом начале тоже это очень важно. Но бывают разные ситуации – взросление, время бунтарства какого-то там, еще чего-то. И человеку нужно дать возможность, чтобы он сам принял какое-то решение, как с младшим сыном. Он взял и отдал ему, дал возможность распоряжаться своей жизнью. То есть он его не закрыл где-то там при взрослении. То есть очень важно понять, что человек должен прийти к Богу не под водительством или напрягом от родителей, а сам по свободной воле. Потому что это христианство, это не мусульманство, это христианство. Когда человек по свободе выбора идет и говорит «Ты мой Господь, и я иду за тобой». И поэтому этот момент, вот к этому моменту мы только можем подвести. И если вдруг он, как блудный сын, вы наставляли или, там, я не знаю, вы себя укоряете за то, что вы недостаточно чего-то сделали для него, продолжайте верить в то, что Бог в нем будет работать. Простите себя. Потому что вы заложили основания, вы что-то ему говорили, вы как-то его в церковь даже приводили. И дайте возможность как блудным сыновьям, детям, вернуться к отцу. Они обязательно вернутся. Может, не в вашу церковь, а в какую-то другую. Такое тоже может быть. Дай Бог, чтобы в вашу, если вы там ратуете за это. Но, тем не менее, главное спасение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»